Добрый вечер, Саша, давно не виделись. Да, да. Сергей, ну, несколько слов о положении на фронтах, да, то есть, опять-таки, взгляд из Израиля, что происходит, на твой взгляд, есть ли какие-то изменения, если есть, то в какую сторону? Ну, изменения драматические, с тех пор, как мы с тобой не виделись, да, Херсон освобожден, поэтому давай, если мы пойдем... Мы давно не виделись, да. Да, с юга на север, то Херсонская область освобождена вся, кроме Кимбургской коцы, там сейчас идет некая операция украинских вооруженных сил, Генштаб ВСУ молчит, естественно, как рыба, ну, и правильно делает, опять же. Идет некая операция, и вот если она завершится успешно, то Херсонская область будет освобождена полностью, вот, не побыв и полутора месяца в составе, значит, Российской Федерации, она торжественно возвращается в Украину. И дальше, собственно, украинские войска уже приступили к обстрелам левого берега, то есть они пока по-прежнему вот исповедуют свою вот эту тактику выноса логистики российской полностью, то есть максимального ослабления российской группировки путем нанесения ей вот дистанционного огневого поражения. Для этого у них там есть сейчас все средства, дальнобойная артиллерия, хаймарсы, хаймарсов уже 38 установок, это не считая других типа марсов, которые передала Германия, и Франция передавала ей тоже там РСЗО всякие. В общем, то есть, видимо, средств уже огневых хватает, и вот сейчас буквально, вот я перед самым эфиром смотрел, там уже начались прилеты по Каховке, по Скани-Нова, то есть украинцы поражают сейчас, ну, в общем, занимаются тем же самым, да, потихонечку выносят логистику россиянам. И дальнобойные их системы, самые дальнобойные, а дальность у хаймарса, я напомню, там до 70 километров, уже достают почти до Крымского перешейка. То есть все вот эти вот логистические пути из Крыма на север, вот тот пресловутый сухопутный коридор в Крым, он сейчас находится вот под огневым контролем украинских войск. Самая тяжелая обстановка сейчас это Бахмут-Углидар, там россияне продолжают наступать, причем какими-то совершенно безумными способами, то есть там натурально ходят вот какие-то лобовые штыковые атаки, уже много очень свидетельств, оттуда и видео, там все завалено телами буквально. Вот, то есть как-то вот прям это что-то в духе, наверное, Первой мировой, в духе вот этого сериала, очень популярного ныне на Западном фронте, без перемен, там просто натуральные горы трупов. Вот, украинцы, естественно, тоже несут потери, у них прям реально сейчас отмечены случаи психологических срывов, то есть, ну, когда ты в течение дня убиваешь десятки людей, да, там из пулемета, наверное, у тебя там от этого может поехать крыша, да, вполне это допускаю. Вот, бои очень тяжелые, россияне сейчас пытаются прорваться к Бахмуту и пытаются срезать так называемый угледарский выступ. Там вот, если посмотреть на линию фронта, там в районе угледара такой вот выступ есть. И вот в кончике этого выступа находится угледар, из которого дальнобойная ствольная артиллерия, украинская ствольная артиллерия, достает до Волновахи. А Волноваха это на сегодняшний день, в связи с тем, что Крымский мост поврежден, с тем, что Херсон оставлен и сухопутный коридор под огнем, по сути, такой главный узел снабжения российской группировки. И это, соответственно, осложняется тем, что украинцы этот узел обстреливают. Поэтому они хотят вот захватить Павловку, вот эта история с морпехами дальневосточными, которые там полегли под Павловкой. Потому что Павловка это, получается, соответственно, юго-западное предместье угледара. И если захватить Павловку, то большие шансы захватить угледар, этот выступ срезать и таким образом отодвинуть украинскую артиллерию подальше, чтобы она не доставала до Волновахи. То есть, в общем, в целом, на самом деле, это частная задача, это не несет в себе никаких там стратегических целей, они вот действуют ситуативно. Плюс к этому пытаются прорваться на Бахмут. Бои там исключительно тяжелые и уже там отмечено появление части резервов, которые перебросили из Херсона, те, что они успели вывезти из Херсона. И они сейчас возводят линии обороны на направлении на Мелитополь. Потому что, в общем, довольно логичным представляется сейчас удар украинцев из Запорожья на Мелитополь. Вот примерно такая обстановка. Ну и плюс там эти бесконечные обстрелы, ракетные удары. Ну, в общем, все это все видят. Скажи, пожалуйста, продолжает появляться сообщение о том, что израильское оружие каким-то образом попадает в Украину, на украинский фронт, хотя Израиль, так сказать, официально не поставляет туда вооружение. Были фотографии израильских бронетранспортеров, были сообщения о том, что какие-то ракетные установки появляются. Что-то известно? Что говорят в Израиле на эту тему? Ну, в Израиле на эту тему как раз ничего не говорят. Имеется в виду относительно того, что уже сейчас находится на фронте. Наоборот, тут даже вроде как изобразили такое возмущение по поводу, извините, вот этой бронемашины, которая там оказалась. Это МРЭП, так называемый. Ну, это такая пехотная бронемашина, защищенная от подрывов. Как она там оказалась, непонятно. Была ли она именно израильского производства или по лицензии где-то сделана в Европе, никто этого сейчас толком не знает. Но факт, что ее там, в общем, видели. Что касается ракетных установок тоже, кроме вот гранатометов Матадор, я пока там ничего такого не видел. Ну, Матадор, это, в общем, их там по лицензии производит уже несколько стран. И вполне допускаю, что те Матадоры, которые попали к украинцам, это было еще буквально в начале войны, их передавала, в частности, Германия. Они там у Бундесвера находились на вооружении. Они были тоже там, видимо, где-то произведены, но без сертификата конечного эксплуатанта, то, что называется. То есть без запрета на реэкспорт. Вот типа такого. Ходили тоже, опять же, слухи, всякие информации о разных антидроновых системах, которые тоже туда поставили через Польшу. То есть Израиль их передал якобы Польше, а Польша их уже передала Украине. Но, опять же, официальный Иерусалим это ничего не подтверждает и, в общем, ведет такую политику пока по-прежнему. В общем, вот я не я и ракета не моя. Типа такого. Но сегодня вот буквально, это вот сегодня вчера начала так активно курсировать информация о том, что Израиль очень сильно так наехал на Россию, да, и за то, что она хочет получить от Ирана баллистические ракеты. Вроде бы так вот, если посмотреть, да, эти ракеты нам там ничем не угрожают. Но Израиль очень вот опасается распространения иранских военных технологий по миру, особенно ракетных технологий. И, в частности, Израиль опасается, что Иран сейчас в боевых условиях проверит свои ракеты, да, насколько они вообще эффективны, точны, там, дальнобойны и так далее. И поэтому, в общем, было высказано там и дипломатическим путем Москве. И вот наш глава штаба по национальной безопасности, который сейчас в Бахрейне находится на форуме, он сказал, что если эти ракеты иранские окажутся у россиян, то у украинцев могут оказаться высокоточные ракеты. Он так довольно уклончиво это сформулировал, типа того, что могут оказаться израильские, а могут и из других стран, но, в общем, намек был совершенно такой очевидный. Вот, так что вот примерно так эта ситуация выглядит. То есть Израиль начинает потихонечку так вот, ну, как бы это сказать, активность проявлять в этом отношении. Но дроны-то иранские уже там давным-давно появились, да, и наша, собственно, на наши неоднократно, наша разведка об этом сообщала и сообщала американцам в том числе. Да, и передавали разведданные украинцам, тоже об этом говорили, что некие разведданные передавали украинцам. Меня вот тоже задавали вопрос, а что это могут быть за разведданные, когда вот вроде как каждая бабушка в Одессе, как мне сказали, знает, значит, технические характеристики этих шахедов. Дело, конечно, тут не в их технических характеристиках, там длина, высота, ширина, это все, понятное дело, известно. Там вопрос в частотах, в рабочих частотах. Если ты знаешь рабочую частоту, на которой дрон связывается с оператором, то ее очень легко найти и заглушить, и таким образом дрон сделать бесполезным. Но опять же, что касается шахедов, это дроны исключительно примитивные, и часть из них использовались даже без связи с оператором. В них просто забивают координаты, и он летит вот как, ну, как условно крылатая ракета, только очень медленная и очень маленькая, до конкретной точки. Стационарный объект, да, тарахтит там как мопед, потому что это двигатели там для газонокосилок, по-моему, предназначались австрийские изначально. Ну, таких крупных газонокосилок имеется в виду. Не те, что люди там стригут свои садики, а вот таких вот больших. И тарахтит, его слышно, да, видно и так далее. И он большой стационарный объект разрушить, конечно, не может, поскольку у него там 40 килограммов взрывчатки. Но их главная задача была, как вот мне показалось, не в этом, а в том, чтобы истощать украинскую ПВО. Сергей, а вот что ты скажешь по поводу скандала, который сейчас развивается, в связи с тем, что в этих комплектующие и запасные части вот для этих вот шахедов как раз производились в Европе. То есть сейчас выясняется, что там чуть ли не 80% всех комплектующих это европейского производства. Ну, 70%, да, процентов называлась такая история. Там даже японские вроде как находили какие-то комплектующие. Ну, вот видишь, какая штука. Иран под санкциями живет, ну, с 70-х, по сути, годов, да, вот со времен этой своей революции исландской. И они очень лихо научились под этими санкциями жить и их обходить. И в частности это делается путем выстраивания вот таких вот цепочек через двойные компании, через тройные компании, через закупки технологий двойного назначения. Потому что, ну, если, допустим, предположим, да, ситуацию, Австрия продает партию этих двигателей для газонокосилок. Ну, почему нет, собственно? Никому и в голову не могло прийти, что иранцы их будут ставить на ударные дроны, да. Ну, вот казалось бы, в Австрии, видимо, не используют такие двигатели для дронов, да. Кто бы мог предположить. Что касается, например, оптики вот этой израильской, да, которую там якобы обнаружили, то это были не оптические приборы наблюдения для дронов, а это были линзы, которые некая компания, если я не ошибаюсь, она в Реховате находится, вот это Orphan Optics, по-моему, она называется. Вот они производят линзы. Эти линзы можно использовать там не двойного, а там, я не знаю, пятерного назначения эти линзы. Можно в медицине их использовать, в астрономии можно их использовать. И вот, как выяснилось, их можно использовать. Причем эти линзы, я уверен, сейчас, конечно, там Министерство обороны разбирается, но я уверен, что они не были проданы в Иран. Они были проданы, например, там, в Китай. А из Китая они уже попали в Иран, к примеру. Или они были проданы в Европу, а из Европы попали в Китай, из Китая в Иран. То есть иранцы вот выстроили гигантские такие, очень длинные, очень сложные вот эти цепочки, как к ним стекаются вот эти все комплектующие. Скажи, пожалуйста, есть информация о том, как вот Израиль все-таки реагирует на вот эти вот атаки беспилотников, то есть если у нас, естественно, примеряем это на себя, то есть Иран это наш основной враг, практически со всеми арабскими странами в Израиле подписаны мирные договоры, мало того, подписаны договоры сотрудничества, и в том числе о военном сотрудничестве. Потому что единственный враг это Иран. И, допустим, вот такой вот веерный запуск вот этих вот дронов на Израиль, Израиль страна маленькая, поэтому покрыть ее можно сразу. Что Израиль может противопоставить этому? Значит, противопоставить этому можно, ну, много чего, скажем так. Во-первых, лучшая ПВО это авиация, как известно, да, все-таки израильские военно-воздушные силы, ну, тут прямо скажем, да, и одни из самых, если не самые мощные на Ближнем Востоке, обладающие... Ф-35 будет гоняться за этими дронами, что ли? Нет, у нас помимо Ф-35 есть полно самолетов, там и в 15-е, и в 16-е, и даже Скайхоки до сих пор летают, кстати. Я вот сам видел несколько лет тому назад, был там на авиабазе, даже они летают, такой самолет вполне способен бить дрон, кстати. Вот. Кроме этого, ПВО, в том числе, железный купол, потому что железный купол там, когда его в свое время модифицировали, там, после первого опыта применения, его в том числе, ну, как бы, настраивали и на сбивание беспилотников. Такую цель, как шахет, он вполне может осилить, это не крылатая ракета. И третье, это вот эти системы радиоэлектронной борьбы, вот эти антидроновые системы, они у нас тоже есть, и они у нас весьма и весьма хорошие. Вопрос, насколько они там подходят к этим примитивным дронам, потому что не являются ли они, как бы, слишком избыточными, да, для такого вот рода технологий. Но вся штука в том, что, как я полагаю, это мое личное мнение сейчас высказывает, эти системы сейчас в Украине, их там сейчас испытывают. Потому что я уже много раз говорил, как мне кажется, сотрудничество Киева и Иерусалима, оно намного шире, чем нам видится, и чем об этом вообще говорят. И я уверен в том, что наши, вот, ну, наши, вот, как бы, спецслужбы там, да, или там, в общем, наша система безопасности, как у нас принято говорить, да, Марахет Бетаход, она обуславливает сотрудничество с Киевом, с Киевом такой, ну, чрезвычайной секретностью этого дела, чтобы там никто не трепался по возможности, да, никто не рассказывал, никто видео там не писал с этими системами, там, селфи с ними не делал и так далее. Поэтому противопоставить этому есть что? Вопрос, сколько их будет применено одновременно, да, если будет одновременно запущено, допустим, 200. Большой вопрос, сможем ли мы их все переварить и сбить. Большую часть объема вопросов нет, но на самом деле, даже если их прорвется там, ну, предположим, я не знаю, там, пусть даже 20, 30, да хоть 50, вот. Они все равно вот катастрофического ущерба причинить не смогут, нанесут ущерб, спору нет, но попадание, допустим, 122-мм ракеты, да, там, условно, в здание, как мне кажется, принесет больше ущерб, чем вот такого дрона Камикадзе. Поэтому, еще раз говорю, мне кажется, что задача этих дронов, она на самом деле, вот, ну, во всяком случае, вот в украинской войне, она не в том, чтобы наносить ущерб, а в том, чтобы вот пробивать дорогу крылатым ракетам. Потому что основной ущерб Украине наносят именно крылатые или вот эти вот баллистические ракеты. Ну, вообще-то из железного купола палить по этим 200-долларовым дронам, как бы немножечко, ну, собственно... Ну, мы палили по 200-долларовым ракетам и ничего, понимаешь? А попадание одной ракеты в жилой квартал, одной ракеты в жилой квартал стоит государству примерно миллион шекер. Это выплата компенсаций, страховок, там, восстановление ущерба, того-сего, это обходится приблизительно в миллион шекер. У этого есть совершенно такое нормальное экономическое обоснование. Стоимость двух ракет-перехватчиков, которые ее сбивают, вряд ли превысит там, ну, сколько, 50 тысяч долларов. Даже, скорее всего, дешевле, потому что их сильно удешевили в последнее время. Поэтому это экономически выгодно избивать, на самом деле. Да, ну, надеюсь, что это так. И последний вопрос. Как ты думаешь, что происходит сейчас на политическом, так сказать, плане? Простите, насколько оказывается давление на украинское руководство? Давление с двух сторон. С одной стороны, российскими бомбардировками гражданской инфраструктуры. И с другой стороны, значит, европейскими партнерами, которым все это изрядно поднадоело. Ну, если начать с первого, да, это не работает. Потому что, в общем, настроение в украинском обществе, это я сужу и по опросам, которые публикуются, и по, там, не знаю, по своим друзьям, которые там живут в Киеве. Там настроение однозначно. Надо побеждать, мы потерпим, да, понимаем, зима будет тяжелой, будем мерзнуть, но ни о каких-то переговорах без вывода войск полного, да, и речи быть не может. То есть, любой украинский президент, который сейчас заикнется о том, что надо с Россией там начинать какой-то диалог, это он тут же станет бывшим украинским президентом. Будь это Зеленский, неважно кто, не имеет значения. И там это все прекрасно понимаем. Поэтому давление со стороны России, это в чистом виде террор, но он не работает. Да, в общем, если обратиться к опыту историческому, да, это никогда не работало. Бомбили немцы Лондон, не сработало там. Бомбили американцы Берлин, не сработало. Это никогда не работает. Что касается политического давления на Украину, ну, я как-то вот смотрю по последним заявлениям, там, условно, двух недель. Да нет особого там такого прям давления, я его не вижу. Наоборот, все заявления такие, что да, что переговоры нужны, но на условиях Украины. Главное условие – это вывод войск, что мы будем Украине помогать. Там до победного конца. Вон этот Сунак приезжал в Киев, там, обнимался с Зеленским и говорил там всякие правильные слова, и из Европы это говорят, и из Штатов это говорят. Так что я пока не вижу такого прям серьезного давления. Наоборот, мне кажется, Западу в каком-то смысле сейчас выгодно, да, ему это дешевле обходится, вот давать помощь Украине, чем там самим вписываться в этот конфликт физически. А учитывая, во что превратилась Российская Федерация, рано или поздно это бы пришлось делать. А так украинцы вполне себе с этим справятся, надо только им помочь, там, дать оружие, дать денег, чтобы они уже, наконец, одержали победу, и после этого уже можно будет эту историю сворачивать. – Сергей, я прошу прощения, я еще один вопрос все-таки задам. Ты наверняка слышал информацию о том, что в России планируется, некоторые говорят, с января, некоторые говорят, с декабря объявить полную мобилизацию тотальную, да. Что ты думаешь по этому, насколько это вероятно, и вообще может ли это как-то изменить ход военных действий? – Это сверхвероятно, я бы сказал, потому что в России уже рассылают повестки с январскими датами, ну, якобы там для уточнения, значит, данных, как они любят это писать, ну, мы же как бы люди все умные, и все прекрасно понимаем, никто никаких дат уточнять не будет. Кто дошел до военкомата, тот поедет воевать, там уже без разговоров, и вторая волна мобилизации, она будет жестче, чем первая, намного жестче. Они все эти ошибки, то, что у них там миллион человек сбежал за границу, кто-то там прячется, откупается, там больные кривые косы, они все это учтут, и все будет намного жестче, чем было до этого. Второе, что касается... Очень многие, кстати, сейчас возвращаются. Я разговаривал с коллегами в Казахстане, говорят, что рейсы из Казахстана в Москву переполнены, обратно идут пустые, то есть народ потихонечку возвращается. Такая же картина из Грузии идет. Окей, окей, пусть возвращаются, нет проблем, имеют право, но они все прекрасно должны понимать, что когда начнется вторая волна мобилизации, никто уехать уже не даст. Вот второго такого шанса... То есть мы широко захлопнется, да? Конечно. Не обязательно для этого прям закроют границы наглухо, как в Северной Корее. Нет, просто не будут выпускать мужиков там с 18, допустим, до 45. Ну как, собственно, делает Украина? Украина уже давно не выпускает? Вот-вот, вроде того, да. Ну, Украина защищается, они нападают. Нет, правда, уже сейчас, прямо скажем, наступает. Но не суть. Смысл в том, что первая волна мобилизации, что она отдала? Значит, она с точки зрения логистики была провалена, конечно, полностью. Да, они совершенно не смогли переварить эти там 300 тысяч. Ну, там не очень понятно, кстати, сколько они в итоге призвали, но я полагаю, что это от 300 до 400 тысяч примерно произошло. Ну вот, людей необученных отправляли на фронт. Рекорд – это 6 дней. От момента, как призвали, до момента, как погиб. То есть меньше недели человек прожил, будучи мобилизованным. Но вот эта гигантская масса мобилизованных, которых в основном использовали вот в районе Сватова и Кременная, где идет украинское наступление, такие его замедлили. Потому что понятно, что когда у тебя в окопе сидит 30 человек, это одно, а когда сидит 3000, это другое. Пока их всех убьешь там и рассеешь, это уже как бы на это тратить надо. Больше боеприпасов, больше усилий, больше топлива, больше времени и так далее. То есть, по всей видимости, Россия перешла вот к этой вот тактике, буквально вот заваливание пушечным мясом. Это как в 1941 году? В конце концов, абсолютно точно так же. Буквально вот так. Это вот какие-то безумные штурмы какой-нибудь высоты где-нибудь в 1943 году, да, потому что генералу выступ на карте не нравится, им надо его спрямить чуть-чуть. Вот и так далее. Есть какая-то такая вот легенда про какую-то высоту где-то в Украине, где положили там 1020 народу, причем там холмик-то какой-то, который никому не нужен был, просто вот генералу не нравилось, что там линия на карте. Вполне допускаю, что это легенда, но и вполне допускаю, что это правда, учитывая, что там были да и есть людоеды. Поэтому это все создаст украинцам проблемы, но при нормальных таких активных поставках оружия, а поставки-то увеличиваются, натурально уже увеличиваются. Сейчас вот Турция передала там свои РСЗО, которые по своим характеристикам сопоставимы с хаймарцами, там до 70 километров управляемые ракеты летят и так далее. Все это, конечно, приведет к тому, что вот эти самые мобики, чмобики, понесут чудовищные потери просто там, это жуткое будет количество убитых там. А украинцы все равно в конце концов они прорвут фронт, и когда произойдет прорыв, они просто все побегут, потому что ну как бы куда им деваться, для чего им помирать там непонятно за что. Пока там все держится на количестве, и вот на отдельных там участках, на вот этих ЧВК, которые там, да, такие, и остались еще какие-то остатки там подготовленных людей, которые умеют воевать. Рано или поздно это все закончится, и все это, да, мы увидим. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Я напоминаю Сергея Услендер, военный корреспондент, военный журналист. Наша программа подошла к концу. Велый Александр Курарье. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Пока-пока. Продолжение следует.